Всем привет! Сегодня расскажу о таком якобы простом действии, как знакомство с материалами дела. Набросал небольшой план, всего лишь на 27 пунктов. Значит, первое, что вам понадобится, это таблица учета корреспонденции. Об этом я рассказываю, как ей пользоваться и как ее правильно заводить. Вот эту ссылочку я оставлю в описании к видео. То есть это образец, шаблон подобной таблицы. Вот в таком виде эта таблица доступна для всех. Как ей пользоваться, я рассказываю вот в этом вот видео. Тоже ссылочку оставлю в описании к видео. Видео называется «Урок переписка системы или секреты обжалования». Очень полезная таблица, советую всем ее использовать. Она немножко автоматизирована и позволяет отслеживать сроки любых отправлений. Дальше готовим бумагу на ознакомление с материалами дела. Образцы я все приготовил, тоже будет ссылка в описании к видео. Образцы будут прилагаться. Плюс еще можете дописать, если у вас есть аккаунт на госуслугах, можете также требовать, чтобы материалы дела и доступ к самому делу был предоставлен через ГАЗ правосудия. Все это вы найдете в образцах. Естественно, вам нужно будет эти образцы немножко перед себя переделать, потому что в зависимости от ситуации, какой кодекс используется, уголовно-процессуальный, либо гражданско-процессуальный, либо кодекс административного судопроизводства, либо коап. Этот файл я тоже прикреплю, вот этот, который на экране видите. Тоже будет доступен по ссылочке. Можете попробовать вот этот вариант. То есть, я вот недавно выяснил, что дела могут направляться в трехдневный срок с заказной почтой и с рассыльным. То есть, можете все материалы дела получить по почте. Можете такую бумагу написать, что хочу получить трехдневный срок на почту. Так, отправляем эти бумаги. Опять же, несколько способов отправки. Это канцелярия через ГАЗ правосудия. Чтобы через ГАЗ правосудия вас приняли к рассмотрению, нужно обязательно распечатать, поставить свою роспись или подпись, кто что ставит. И вот эту бумагу с вашей закорючкой отсканировать и в отсканированном виде уже отправлять через ГАЗ правосудия. Можно также отправить по почте ценным письмом с описью, либо курьером. Еще один вариант недавно выяснился. Это так называемый судье напрямую в руки сразу под визу. Он у меня Бурлузский принял воле заявления в ходе беседы. И сразу поставил визу ознакомить. Желательно это, конечно, делать под аудио и под видео все. Бывает так, что черная мантия засела в процессы, или нет ее, или в отпуске, или еще что-то. В этом случае идем по субординации. То есть при его отсутствии председатель суда или его заместитель. Либо полномочное лицо, это обычно секретари, делают соответствующую отметку. А поручение работников аппарата суда ознакомить с материалами дела. Полномочное лицо еще есть такая должность, как администратор суда. Мало кто знает, что такая есть должность, но они там есть. Это самый главный, кто находится в суде. И отвечает за все дело производства в суде. В течение трех дней нужно прям связываться с ними. И, как сказала одна из работников так называемого суда, прям долбить их. Позвали к вам обращаться. А мне что делать? Никто трубки не берет, дело найти не могут, дело неизвестно где. Мне как получить? В здание не пускают? Ну, что это? На 184, если трубку не возьмут, что мне делать? Звонить, долбить, пока не возьмут. Долбить прям? Прям долбить. Я что, я ничем помочь вам не могу, я не веду это в судью. Вела бы сказала, да, хорошо. Обычно всегда на ознакомление, когда присылают, в первую очередь эти заявления отрабатываем. Есть ясно, девушка. Благодарствую за теплые слова, за адекватные. Извините, мне кажется, они особо были адекватные. Нет, абсолютно адекватные. Буду долбить с вашего совета. Благодарствую. Прям долбить. То есть звоните секретарю, помощнику и спрашивайте, когда вы меня ознакомите с материалами дела. Когда я могу прийти и ознакомиться. Если даже они вас пригласят и скажут, все, все готово, можете приходить, обязательно нужно уточнить. Прошито ли дело, пронумеровано ли, скреплено ли печатью, росписью ответственного лица, пронумеровано ли. А то сколько раз приходишь, то страницы отдельные какие-то валяются, то номеров нету, то еще что-то, то протокол не готов, то еще что-то не готово. В общем, сырые дела постоянно подсовывают. То есть на подготовку дела к ознакомлению у них есть максимум 3 дня. Через 3 дня оно 100% должно быть готово. Дальше идем знакомиться с материалами дела. При любом заходе, и не важно, что это процесс или ознакомление с материалами дела, обязательно пишите все на аудио происходящее. Причем аудио нужно включать до захода в здание, а выключать только при выходе из здания. Видео это по желанию, у меня это все делается в двойном экземпляре, и аудио, и видео, сразу на два телефона. Какие уловки системы бывают при знакомлении с материалами дела? Ну, бывает так, что просят паспорт дать, прям в руки. Не давайте, я вот так держу тремя пальцами, и не отпускаю, то есть, ну, это не вырвать никак. Вот, знакомьтесь, у меня в руках. Не то это редко делаю, по идее паспорт-то там не нужен. А еще просят снять копию с паспорта, тоже не позволяю. Вот, вот в руках, держите, смотрите. А еще просят пролистать паспорт, чтобы увидеть прописку, точнее регистрацию. Прописка мало у кого стоит, они хотят именно посмотреть на регистрацию. Тоже не позволяю. А еще подсовывают подписку по уголовной статье, что не дай бог вы испортите какой-нибудь листок. Хотя, как его можно испортить, я не понимаю. Ну, мне, в общем, раза три или четыре вот такую подписку подсовывали по уголовной статье ответственности. Об уголовной ответственности за порчу материалов дела предупрежден. Я даже не прикасался к ней, говорю, я не буду ничего это делать. Хотя вы там и угрожали, что тогда не ознакомим и все такое. С нас вот требуют отбирать расписку, предлагаю написать. Опять предупреждение об уголовной ответственности? Да, он спросит. Так, интересно, на каком основании? А что, порчу? Опять порчу, да? Так вы же в курсе, что я ни одного дела не испортил ни разу? Ну, если нас требуют. Ну, требуют. Вы отказываетесь на закам лица, если я не... Это бумажка не предусмотрена законом. Я понял. А Мельченко тоже самое пыталась. Ну, очень просто вот расписка, то есть, об уголовной ответственности за порчу материалов дела. Да я в курсе, я в курсе. Это я уже проходил. Я не собираюсь портить дело. Я помню, то есть, вы мне не будете расписывать, знаешь? А на каком основании? Все хорошо. Нормативно правной акт назовите, на основании которого вы вот эту расписку подсуете. Ну, сейчас первый стрелец, четыре указа. Там не написано, что при ознакомлении с материалом дела нужно... Я вас просто предупредил. О чем? Пожалуйста. О чем предупредили? В итоге знакомили, все нормально. Еще одна уловка, это типа придите завтра, еще не готово, и все такое. То есть, если вот три дня прошло после направления бумаги, и вам говорят, придите завтра, еще не готово, то можно спокойно от руки писать акт, что нарушено ваше право на ознакомление с материалами дела. Фиксируйте дата, время, там, роспись, желательно двух очевидцев, и этот акт можно уже потом отправлять и перекладывать к жалобе и к другим документам. В том числе к материалам дела это потом поможет при апелляции. Еще бывает, что торопят, говорят у нас там, обед, вы не успеете, или еще что-то, или давайте побыстрее, но у нас нет времени. Никто не имеет права вас ограничить во времени при ознакомлении с материалами дела. Можете там присесть, там, достать блокнот, знакомиться, фотографировать, на аудио, на видео снимать, что хотите, читать, сколько вам нужно. Никто не имеет права вас ограничивать во времени. Так, возникает вопрос, что делать, если не ознакомят с материалами дела? В этом случае направляем возражения на действия председательствующего, так называемой черной мантии. Ну и используем совет той самой женщины из Сургутского городского суда, которая посоветовала долбить, прям долбить, пока не ответят. Когда вы направили первую бумагу на ознакомление с материалами дела, посылайте тут, вот в течение трех дней, прям, если время позволяет, можете прям тут же повторно. Утром, днем и вечером, три раза в день такую бумагу, повторная бумага на ознакомление с материалами дела. Через ГАЗ правосудия это очень легко делается. Образцы тоже приложены таких жалоб. Делайте приписку, что до настоящего времени не ознакомлен, нарушено право на защиту, если вы защищаетесь, если ваша персона в качестве ответчика. И право на ознакомление, в любом случае, на ознакомление нарушено. Составляйте жалобы, образцы тоже приложены. И направляйте на имя председателя суда, так называемого, в районный суд, в Верховный суд, в судебный департамент, в ККС, в Совет судей. При желании можно в Следственный комитет за халатность. Особое внимание при ознакомлении с материалами дела обратите на аудио-видеоматериалы, которые при этом обычно формируются. Ну вот, скажем, уголовный кодекс, административный и гражданский. Там введение аудио и письменного протокола обязательно, а в КАП, насколько я помню, не предусмотрено. Так что, в случае введения аудио-протокола и видео, обязательно истребуйте эти материалы. То есть, они их обычно предоставляют, то есть, вот как у меня было, приносишь флешку, даёшь им пустую, они там через 5 минут приносят, и там уже аудио-видео-протокол. Либо, вот, последний раз мне просто взяли и на CD-диск записали любезно, и сами мне CD-диск отдали. Всё, я пришёл домой, вставил дисковой, всё нормально, скопировал. Правда, они его обрезали, естественно, как им выгодно. Ну, на этот случай у меня была своя аудиозапись, я её всегда веду. Кстати, по закону вы имеете право на прослушивание и просмотр аудио-видео в отдельном помещении, в присутствии сотрудника, так называемого суда, прямо там на месте. Так, как знакомиться с материалами дела? Вам понадобится либо телефон, либо фотоаппарат. Ну, то есть, вот с этой папкой у кого-то тоненькая, у кого-то толстенная, у кого-то по 4 тома. То есть, вот это всё нужно сфотографировать, нет, не сфотографировать, а на видео заснять. Самый лучший вариант – это заснять на видео. Я раньше тоже фотографировал, но на это очень много времени уходит. Пока фокус поймаешь, пока сфокусируешься, пока стабилизируешь руки, чтобы не дрожали. Потом ещё надо нажать аккуратно, чтобы сфоткалось, чтобы, опять же, телефон не дрожал. А видео очень удобно снимать и очень быстро, и намного эффективнее. И плюс, в любом случае, даже если вы сфоткаете, вам в любом случае нужно видео заснять, что такие-то именно бумаги присутствуют в материалах дела. То есть, непрерывное видео, листая всё дело. Я вот последние раз 10 уже знакомился именно снимая на видео. Не забывайте включать освещение, выставлять, либо на подоконник дело ложить, чтобы свет был хороший, либо включать вспышку, либо сторонний фонарик какой-то рядом. При съёмке видео используйте минимум разрешения от 1920 на 1080. Это Full HD. Поковыряйтесь в настройках телефона и настройте заранее. Отдельные мелкие документы можно фотографировать. Но это оставьте на потом, после того, как вы заснимете видео, листая дело от начала и до конца, то есть от корки до корки. После этого только фотографируйте отдельные бумаги. И при этом можете включить фоторежим. Документы называются, тоже в настройках телефонов есть. Он сам границы обрезает. Допустим, вы там фотографируете, у вас там лист такой, а по бокам ещё там стол присутствует или ещё что-то. Он это всё обрезает и делает, распознаёт, что это документы, и обрезает все границы сам. В видео снимаем вот этой папки от корки до корки с оборотными сторонами. Сейчас покажу пример. Вот так выглядит папка, это её лицевая сторона. То есть уже края всё обрезаны. Если попадают ваши пальцы, ничего страшного, это дело не мешает. Ну, желательно без них, конечно. И снимаем видео вот до последней страницы, чтобы было видно вот это всё прошивание, что тут нет ни печати, ни росписи. Просто шито и ничем не проклеено. И саму корку, и ещё желательно с той стороны тоже. После ознакомления с материалами дела у вас попросят, потребуют расписаться о ознакомлении с материалами дела. Обязательно там укажите, присутствует ли нумерация, как она написана, ручкой или карандашом, прошито ли дело нитками, скреплены ли нитки, клеем и бумажкой небольшой, где написано количество листов, должна обязательно быть круглая печать и роспись должностного лица. Причём фамилия написана полностью и должность тоже. Если это всё не указано, обязательно вот в этой расписке указываем это всё, все эти детали. А также указываем на то, какие материалы дела отсутствуют. Допустим, бывает так, что так называемая чёрная мантия говорит, что в материалах дела присутствует тот или иной документ, а по факту оказывается, что его там нету определения или, скажем, решения собственников. Обязательно об этом тоже пишем вот в этой расписке. Научитесь расписывать все недостатки дела и выявлять их сразу на глаз, мгновенно, и обо всём этом пишем именно вот в этой расписке. Обычно её прикрепляют к материалам дела, данную расписку. Я обычно такую надпись оставляю на внутренней корке предпоследней страницы, то есть материалов дела. То есть вот тут видно, что не прошито, и на предпоследней странице обложки самой пишут, и вот всё, что выявил. Потом приходим домой, включаем видео, которое засняли, и с этого видео делаем с помощью программы, я вот использую пик-пик, можете другую программу любую использовать, которая умеет снимать скриншоты. То есть я смотрю видео, ставлю на паузу в определённый момент, где максимально чётко видно изображение определённой страницы. То есть чем видео удобно, оно снимает 24, иногда даже 30, иногда даже 60 кадров в секунду. Поэтому поймать чёткий фокус именно документа с чётким изображением очень легко. То есть не поймали, чуть-чуть перемотали назад, опять ставите паузу, рано или поздно поймаете хороший кадр, и вот потом снимаете скриншот и сохраняете его в отдельную папочку. У вас получится очень много фотографий. Ну вот пример моего знакомления с материалами дела. Вот это, значит, само видео с материалами дела. А это вот скриншоты, которые я понаделал. Ну естественно, я их развернул потом. То есть они изначально, ну вот такой скриншот был, что видео уже повёрнуто. Вот такой скриншот был. То есть я каждое изображение поворачивал вручную. Можно это дело, конечно, автоматизировать при желании. Дальше с этими фотографиями. Вот у вас получится такая папочка с фотографиями, полученными из видео. Вы эти фото берёте и нужно произвести коррекцию цвета, яркость, настроить контрастность. Ну это при желании вот этот пункт. То есть кто соображает, может это сделать легко с помощью таких программ, как Photoscape. Границы можно легко обрезать с помощью программы Paint. И обязательно сделайте компрессию всех изображений через множество сервисов есть. Набирайте компресс JPEG в Google или в Яндексе. И множество сайтов, которые делают это онлайн. Но обычно они по 20 файлов позволяют компрессировать. То есть это сжать размер. Без потери качества. То есть бывает так, что у вас вы скриншот сделали, а у вас скриншот весит 5 мегабайт. А после компрессии он весит всего 200 килобайт. Большая экономия времени при пересылке, при архивировании и так далее. Дальше каждый файл переименовываем в соответствии с данным шаблоном. Это идёт нумерация, именно номер. То есть вот допустим, вот тут первая страница начинается. Вот идёт первая страница. А всё что до этого, ну я пишу с подчёркиванием 001, 002. То есть подчёркивание делаю и небольшое описание, о чём вообще этот лист. А сами материалы дела, именно нумерация идёт. Вот в правом верхнем углу идёт единичка, стоит. Они обычно карандашом делают. Ну и соответственно файл называется 001. И дальше идёт дата. Дата, формат, две цифры год, потом две цифры месяц и две цифры число месяца. Дальше пишите короткое описание и номер страницы самого документа. Бывает так, что какое-нибудь там исковое заявление, оно присутствует там на 10 листах. И соответственно у вас вот здесь вот будет номер каждого листа, который указан в правом верхнем углу, карандашом. А здесь будет указан номер страницы самого искового заявления. Переименование файлов очень важное. Позволяет отслеживать хронологию событий и не только по номерам страницы, но и по дате. Дальше у вас получится вот такая папка с такими документами, с фотографиями. Вы это всё архивируйте. Вот я вот здесь вот сделал архив. Этот архив заливаем на хостинг куда-нибудь, на гугл диск, либо яндекс диск, либо другие какие-то хостинги, либо там в телеграм пересылаем. То есть формируем желательно ссылку на архив, который залит в интернет. И уже саму ссылку отправляем заинтересованным людям, там консультантам, правоведам, ну всем с кем хотите поделиться материалами дела. На этом ознакомление с материалами дела в принципе окончено, но я вам советую, если вы находитесь в стадии рассмотрения дела, то следующие пункты помогут вам при апелляции. Потому что, когда начнётся апелляция, вы туда дослать ничего уже не сможете, когда уйдёт в апелляцию. А до тех пор, пока дело находится в первой инстанции, либо в мировом так называемом суде, вот это всё можно и желательно делать прямо по ходу. И не важно, что у вас там уже вынесено решение, у вас есть от 10 до 30 дней обычно на обжалование. Вот за это время можно вот это всё сделать. Что нужно сделать? После ознакомления с материалами дела вы составляете свою опись, составить протокол, опись материалов дела. Образец тоже прикладываю. Выглядит это примерно вот так. Номинование документа, номер листа дела и дата документа. И вот такой список. Заполняйте таблицу и приобщайте к материалам дела. Пригодится в апелляции. После подготовки данного документа отправляем его сразу. Также советую подготовить свои аудио, то есть то, что то аудио, которое вы записали. На их аудио даже не рассчитывайте, они по-любому обрежут, вырежут и оставят только то, что им надо. Берёте свои аудио, отрезаете там заход здания, проход судебных приставов, там ожидания в коридоре и всё остальное. Ну, я обычно начинаю, то есть с того момента, самое начало у меня начинается там при заходе в кабинет, либо уже с первых слов «Чёрной мантии». И окончание – это когда объявлен перерыв, либо объявляется закрытие после устного решения. После этого можно тоже всё отрезать. Важно именно то, что происходило в кабинете. И при этом нельзя ничего вырезать. У вас получится аудиофайл в итоге. Желательно его сделать в формате MP3. Дальше по этому аудиофайлу нужно составить свой письменный протокол. Образец тоже прилагается. Ну, вот, например, с заседания Бурлузского был подготовлен такой протокол фиксации на 24 страницы. То есть каждое слово, каждая роль, так называемый судья, эстетция и ответчик. И там ещё секретарь заседания что-то говорила. Нумерация, время аудиозаписи. Причём, смотрите, аудиозапись начинается, то есть заход здания, всё это вырезано. То есть вот первая фраза была «Проходите». Соответственно, аудиозапись моя начинается именно с этого. И вот на 24 страницы каждое слово, каждая буква, всё учтено. Всего 453 записи на 1 час 34 минуты. И последнее слово, это заседание на сегодня окончено. Всё. И вот такой документ готовите и тоже доправляете сразу же с требованием приобщить к материалам дела. Потом берём это аудио, пишем на флешку, если не жалко, сейчас флешки, в принципе, дешёвые. Либо на флешку пишем, либо на CD-диск и направляем вместе с бумагой. Образец я тоже приложил. Ну, допустим, приобщить видео, которое снималось. Только обязательно вы переделывайте, что видеосъёмка велась именно в таком-то заседании. В общем, приобщайте свою аудиозапись, свою версию аудиозаписи происходящего к материалам дела. То же самое можете сделать с видео, записать на флешку или CD-диск и приобщить к материалам дела вместе с бумагой. Ну и последнее, это замечание на письменный протокол. То есть, вот смотрите, я вам покажу. Заседание с Бурлуцким было дважды, то есть 21 и 22 числа. Мой протокол аудиофиксации я переделал в письменный вариант и он занимает 24 страницы. Со второго заседания занимает 8 страниц, то есть всего 32 страницы. А Бурлуцкий сочинил письменный протокол заседания по неизвестному делу, ни номер, ничего не указан. И у него почему-то только 21 апреля, тут вообще про 22 апреля не ведется речь. То есть, он оба заседания слепил в одно и всего лишь 11 страниц. То есть, две трети он вырезал. Единственное, в чем они не смухлевали, это подписали не 21 числа протокол, а 27-го, то есть, в день его изготовления. Но при этом прислали поздно вечером, где-то часов 7 вечера, то есть, после рабочего дня, наверное, специально, чтобы выиграть хотя бы один день. Потому что на внесение замечаний на данный письменный протокол, который был урезан на две трети, есть всего пять дней с даты именно подписания протокола. А подписан он был 27 апреля. Образцы я тоже все приложил, то есть, вот это все вам очень пригодится при подаче апелляции и при оспаривании действий и бездействий так называемой черной мантии и также секретаря там и других должностных лиц. На этом все. Всем благодарю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok